Итак, я всех в очередной раз приветствую на нашем вебинаре, уважаемые дамы и господа. Сейчас мы начнем новостной вебинар, посвященный анонсу специального проекта «Благодарительный марафон». Вижу, что вы этого очень ждете. Ну и прежде, чем я начну вам рассказывать детали уже известные, давайте плюсики. Вот, Алексей подает пример, звук есть, картинка есть, все очень хорошо. Еще несколько плюсиков от вас хочу увидеть. Ага, ну, думаю, что норм. Итак, сегодня у нас такое число? 22 октября. А это значит, что остается буквально каких-то три недели до 11 ноября. А 11 ноября, как вы знаете, это день рождения нашего с вами замечательного проекта. Это проекта «Whole World» или по-русски «Всем миром». И в этом году, в 2018, проекту исполнится уже целых 7 лет. 7 лет вот, казалось бы, только недавно начинали, да, и вот уже 7 лет вместе с вами ведем этот замечательный, благородный бизнес. Наверное, один из, наверное, самых благородных бизнесов в интернете. От того он еще приятнее, и он настолько долго живет, долго актуален, и будет еще очень-очень много лет актуален. Я больше, чем в этом уверен. Вот, но на этот день рождения, как вы уже знаете, мы приготовили для вас необычное угощение. Это будет запуск целого нового направления, ну, можно сказать, проект в проекте, что ли, под названием «Благотворительный марафон». Давайте, прежде чем я начну рассказывать... Нет, наверное, не прежде, чем я начну рассказывать. Все правильно, начну я сейчас это все дело рассказывать вам. Сначала мы посмотрим этот ролик, потому что, может быть, кто-то из вас его не видел. Я не буду разворачивать на весь экран, но еще раз просто включу. Я не буду разворачивать на весь экран. Ну, вот такой ролик, да, и вот такой вот логотип. Кстати, может быть, он вам уже известен, потому что в далеком, или, может быть, не таком далеком 2013 году мы уже делали запуск благотворительного марафона. И на тот момент мы предложили очень интересное решение. Там был инновационный маркетинг, были пульсы. Ну, тот, кто поучаствовал, тот, может быть, помнит. Для тех, кто не был с нами в 2013 году, могу сказать, что это мероприятие собрало в очень короткие сроки, очень большие суммы на благотворительность. Ну, конечно же, не без того, что принесло доход нашим участникам. Но спустя несколько месяцев мы приняли решение остановить этот проект без всяких последствий. Просто не дали дальнейшие оплаты совершать. И остановили этот проект по одной простой причине. Потому что мы увидели, что был допущен психологический такой просчет в маркетинге. То, что по финансовой составляющей там шли выплаты. Ну, в общем-то, участники получали не то, что ожидали. И, в общем-то, было много обманутых ожиданий, так сказать. И поэтому, чтобы не накапливать какие-то негативные последствия, мы восстановили. Но с тех пор, всего до этих пять лет, мысль о том, что благотворительный марафон – это на самом деле очень классная штука. Она не покидала нас. И вот, видимо, пришло время исправить недочеты, которые мы допустили. Причем исправили мы их настолько просто, насколько проще даже быть не могло. И сегодня готовы представить этот проект уже в некоторых деталях вам. Для того, чтобы вы, по крайней мере, подумали, что вам от него ожидать. Стоит ли вам принимать в этом участие. А если да, то насколько активно и как именно. И вот об этом мы как раз сегодня с вами поговорим. Так, на что обратить внимание? Ну, пока ни на что особенно, да. Просто слушайте то, что я вам буду рассказывать. И начнем мы с того, что вообще мы задумали. Как я уже сказал, это будет проект в проекте, который объединит всех существующих участников, которые только зарегистрированы у нас. А у нас их зарегистрировано, как вы знаете, уже более 990 тысяч человек. То есть практически миллион человек зарегистрированных. Вот все они уже будут находиться в одной общей структуре. И каждый из них в любой момент сможет активировать свое место в благотворительном марафоне. Или несколько мест. Их будет неограниченное количество. Это будет общая бинарная структура. В общем-то, так как это было и в 2013 году. И заполняться эта структура будет по простому правилу сверху вниз, слева направо. То есть, как вы понимаете, все участники, вот они есть. Для того, чтобы принять участие в марафоне, достаточно будет иметь просто активированный аккаунт в программе «Всем мира». То есть иметь минимальный статус «Волонтер», который выдается вам после активации, после оплаты 5 долларов. То есть даже не обязательно оказывать финансовую помощь в размере 100 долларов. И вот любой волонтер уже имеет право активировать одно или несколько мест в благотворительном марафоне. И в момент активации его место подтягивается вверх списка и занимает первую свободную позицию, когда система ищет ее сверху вниз, слева направо. Таким образом, человек получает эту позицию. Но в отличие от того самого 2013 года, мы внесли несколько изменений. И как раз они коснутся правил заполнения. Первое правило, которое здесь будет, это правило расстановки мест. То есть если раньше у нас с вами были пульсы, перемешивания большие, и неважно, кто куда там встанет, то сейчас это очень-очень важно, потому что это будет стационарная структура, она не будет никуда перемешиваться, и однажды заняться свое место, вы уже его покидать не будете. Ну, если, конечно, место у вас будет сохранять свою активность. Так вот, правила такие, то что вы будете следовать в первую очередь за своим вышестоящим спонсором по вашей структуре в проекте Whole World. То есть структура, она сохраняется для всех единая, это единая структура в проекте Whole World. И когда вы будете активировать свое место, или несколько мест, не важно, но все равно вы какое-то первое место активируете одно, то система будет искать ближайшего, вышестоящего партнера по структуре Whole World, который уже принимает участие в благотворительном марафоне. И когда она его найдет там, то вашу позицию она выберет именно в его личной бинарной структуре. То есть вы понимаете, да? Если раньше была всего лишь навсего одна общая структура, то теперь она у каждого, по сути, своя. Ну, сейчас мы поближе к этому придем, и вы все поймете. Вот. Что нужно, чтобы активировать место? Это будет оплата в размере 35 долларов. Оказание финансовой помощи на сумму 35 долларов. Как вы понимаете, это очень несущественная сумма по сравнению с суммой в 100 долларов. И это будет происходить у нас не раз в год, не ежемесячно, как многие могли бы подумать. Мы выбрали очень комфортный период раз в три месяца, то есть каждый квартал. И вот такая ежеквартальная активность будет присутствовать для всех участников благотворительного марафона. Соответственно, при оказании финансовой помощи будет происходить следующее. А 10 долларов направится сразу в благотворительный фонд всем миром, как благотворительное пожертвование. Это самая основная задача наша, поэтому сумма здесь самая высокая. Дальше. 19 долларов пойдет в структуру, как ваша финансовая помощь другим участникам благотворительного марафона. И вот здесь вот очень-очень интересное решение. Мы увеличили количество уровней платежных до 10. 10 уровней в глубину. Такая вот платежная сеть у вас получается. И по уровням здесь такие цифры. То есть оказывая финансовую помощь, вышестоящим партнерам, находящимся на один уровень, на два уровня, на три и на четыре уровня выше, идет по одному доллару. Дальше следующим трем по два доллара. И самое вкусное, еще трем по три доллара. Ну, то есть если вы это все перевернете, как вам привычно, и проассоциируете это не с тем, как вы оказываете финансовую помощь, а с тем, когда структура под вами оказывает вам финансовую помощь, то вы получите следующее. То, что с первого по четвертый уровень вы получаете по одному доллару, с пятого по седьмой уровень вам партнеры будут уже переводить по два доллара. И с восьмого, девятого и десятого уровня, с уровней, на которых находится максимальное количество партнеров, вы получите уже по три доллара. Ну, мы потом поговорим, сколько это вам даст доходность. Вот, еще есть некоторые платежи. Три доллара – это сумма, которая переводится, внимательно послушайте, чтобы понять, переводится ближайшему, вышестоящему партнеру по структуре Whole World, который имеет статус бизнес, то есть который оказал финансовую помощь на 100 долларов, да, как вы понимаете, участвует в бухгалтерной эстафете классической нашей, и при этом еще и принимает участие в бухгалтерном марафоне. То есть если вы будете это интерпретировать, опять же, на самих себя, то для того, чтобы получать спонсорские три доллара с каждого активированного места вашими партнерами по структуре, вы должны иметь статус бизнес, и вы должны иметь активное место в бухгалтерном марафоне хотя бы одно. И тогда вы можете получать такие три доллара с каждой активации, с каждого продления мест ваших партнеров, причем не только личных, но и со всей глубины вашей структуры, если на пути до них не встретится другого информационного спонсора, который также будет отвечать этим требованиям, то есть участвовать в марафоне и иметь статус бизнес активный. Вот в таком случае по три доллара вы будете получать этот очень большой доход на самом деле. Ну и три доллара – это сервисный сбор компании для обеспечения работоспособности всей этой активности. Так, и теперь подробнее уже рассмотрим о доходности. Выглядит это вот следующим образом. То есть если вы посмотрите на бинар, а бинар – это удвоение на каждом уровне, под каждым местом еще в два раза больше, то вы увидите то, что действительно на первых четырех уровнях не так уж и много мест, и то, что здесь по одному доллару идет, это, ну, в принципе, наверное, не сильно даже кого-то интересует. Тем не менее, это уже больше 35 долларов, это уже окупает стоимость самого места, и, как вы понимаете, минимальная задача каждого партнера, ну, для самого удовлетворения, так сказать, да, это за те самые три месяца, которые он будет здесь участвовать, запомнить хотя бы вот эти вот четыре уровня. То есть на четвертом уровне 16 партнеров. Ну, это 16 мест, простите, да, потому что каждый может иметь несколько мест. Вот, поэтому не говорим партнеров, говорим мест. Вот, и это уже окупит все его трехмесячные ожидания. Ну, а дальше только больше, потому что, как я сказал, места, они не будут исчезать, они будут заниматься стандартной позицией. Вот, и дальше с пятого уровня пошли уже намного более вкусные суммы, уже по 2 доллара, и людей становится мест, вернее, простите, больше. Ну, и здесь седьмой уровень. Это 256 переводов по 3 доллара, это на девятом уровне это 512 по 3 доллара, и на десятом уровне 1024 по 3 доллара. Вот, и в сумме это 5854 доллара, это максимальная доходность структурная на одно место. Количество мест, которые вы можете занять, оно не ограничено. Как именно они будут располагаться в вашей бинарной структуре, мы сейчас об этом поговорим. Вот, но дополнительный доход – это 3 доллара с каждого места личных партнеров флору ежеквартально, да? Ну, то есть, например, у вас 10 личных партнеров, каждый из них, к примеру, имеет по 3 активных места, и того 30 мест умножить на 3 доллара, то есть вы 90 долларов просто спонсорских бонусов в каждые 3 месяца имеете, если они продлевают свои места. Наверное, у вас возникает вопрос. Так, секундочку, я сейчас посмотрю, все ли у нас нормально, но вроде ничего не пишут, значит, меня слышат. Так, возникает, наверное, вопрос, а что будет, если места не продлевать? Да? Ну, или что с ними произойдет, в принципе. Произойдет следующее, то есть, как вы поняли, при оказании финансовой помощи в размере 55 долларов, при активации места ему выдается активность на 3 месяца, то есть на 90 дней. После истечения этой активности, если активность не была продлена заблаговременно, ее можно будет продлить, причем можно будет продлить даже не только на 3 месяца, можно и дольше будет продлевать, на 6, на 9, ну, кратно 3 месяцам, соответственно, без каких-либо скидок, но, тем не менее, это будет удобно, если вы не хотите, например, забыть про это, да, чтобы не потерять свое место. Так вот, если у вас активность истекла, все, последний день завершился, а не продлена она до сих пор, то будет даваться 10 дней для того, чтобы участник все-таки сумел исправить это недоразумение и оказать финансовую помощь для того, чтобы продлить активность своего места. Если он это делает, то все окей, прибавляется к активности еще 90 дней, и она, то есть место, вернее, продолжает существовать в структуре марафона и продолжает приносить участнику определенные дивиденды, то есть переводы он получает. Ну, а в момент неактивности переводы он получать не будет, они будут уходить в укрепительный фонд, и они будут засчитываться как упущенная прибыль, их уже будет не вернуть. Ну, это, соответственно, дополнительная для него мотивация побыстрее его восстановить. Но здесь уже будет все критично, да, то есть если за следующие 10 дней, которые мы ему дали, это место не было продлено, то оно будет считаться удаленным. Ну, вот представьте, вот где-то в серединке структурки, да, вот эти красные места, они вдруг удаленные. Что происходит с этими позициями? Все правильно? Как вы, наверное, догадываетесь, эти позиции системой будут заниматься первыми попавшимися участниками, которые по правилам заполнения должны будут попасть в эту первую свободную позицию. То есть таким образом получается, что любой новичок фактически имеет, вот спустя три месяца, когда если вдруг начнут появляться такие вот пустые позиции внутри структуры где-то, то у любого новичка будет возникать такая вот негласная возможность попасть вдруг уже в середину заполненной структуры. То есть он вот только зарегистрировался, да, только активировал место, и оно вдруг попало в уже заполненную структуру, под ним все 10 уровней заполнены, да, и он просто начинает получать кучу переводов. Вот, такое может, сможет произойти, и система будет здесь делать просто все на автоматике. Поэтому, но для тех, кто потерял такое место, наверное, надо понимать, что это будет очень критично, потому что уже его будет не восстановить. Вот, кроме того, у каждого из вас может быть несколько мест, но в любом случае будет одно основное место. Ну, сейчас мы давайте перейдем сюда. и расскажем о системе бронирования мест, да, а потом уже про все про основные, про дополнительные места и так далее. Вот, мы прекрасно помним, как происходило у нас в 2013 году, когда мы запустили бронирование мест, и у нас упал сервер сразу же, потому что все ринулись бронировать в один момент, все там не спали, хотели первые попасть, так и так далее. Вот, мы учли эту ситуацию, и, ну, мы понимаем, конечно же, что все захотят попасть как можно выше, поставить свои места повыше, да, и получить как можно больше переливов. Вот, я, кстати, не сказал, но вы, наверное, понимаете, да, то, что 990 тысяч человек, когда за вами стоят, да, и они уже активируют там свои места, а вы уже здесь, да, то все эти места начинают попадать в вашу структуру по переливу по правилам бинара. И это очень-очень вкусно. Так вот, для того, чтобы предотвратить вот это вот не очень хорошее последствие, когда открывается оплата мест в один момент, кто первее успел там лезть, вот мы предусмотрим в этот раз предварительное бронирование с немного более лояльными правилами. В первую очередь лояльными для информационных спонсоров, для которых, ну, как вы понимаете, было бы критично, если бы их партнеры оказались бы, то есть активировали бы места первее их. То есть по правилу расстановки мест они попали бы в структуру кого-то другого, но не своих спонсоров, поскольку если бы они их обогнали, то просто спонсоров бы этих не было бы в марафоне, и получилось бы так, что, ну, все были бы разочарованы, потому что обратно вернуть уже будет нельзя. Никаких пульсов перемешивания нету, да, то есть здесь один раз встал, позицию получил, все, и больше уже своего партнера ты не вернешь, если он тебя обогнал. Поэтому для всех будет некоторая возможность нивелировать эту нежелательную ситуацию, забронировать проект, мы дадим на это, ну, дней 10, наверное, да, не знаю, сколько точно, там уж как получится. Ну, откроем это бронирование, возможно, через неделю уже, поэтому будьте внимательны, сейчас послушайте меня, что это будет за бронирование. Фактически это будет полноценная оплата в размере 35 долларов за каждое место. Вот, но поскольку это предварительное бронирование, то фактических переводов никаких производится не будет, то есть выплаты здесь пока не пойдут, это будет просто как бы вы забронируете место в очереди. Для чего? Для того, чтобы за этот период в несколько дней, ну, например, 10 дней, как я сказал ранее, мы даем вам возможность забронировать места. Вы выбираете, сколько мест вы сможете забронировать, вы хотите, правильно сказать, забронировать. На самом деле у вас будет сразу же возможность выбрать либо одно место, либо три места, либо семь мест. Это сделано для того, чтобы вы не пытались там прогнозировать, потому что мы понимаем, что наиболее выгодные позиции в бинаре – это треугольник или треугольник из семи мест, называемый иначе золотым треугольником, потому что это возможность получать в несколько раз больше переводов с одного и того же партнера, находящегося под вами, ну, или с любого места. То есть, как вы понимаете, если вы берете семь мест, под вами, например, начинает заполняться структура, то с каждой активации вы раз, два, три перевода уже получаете. Да, понимаете, да? То есть в три раза больше переводов, чем если бы вы активировали одно место. И таким образом вам намного интереснее уже развивать свою структуру. И это действительно для вас как марафон, да, то есть вы заняли свою позицию, и в течение длительного времени, может, это три месяца, потом полгода, потом уже и год, но, по крайней мере, вы знаете, над чем вы работаете, у вас есть цель, у вас есть цель заполнить 10 уровней под собой и поддерживать их активность. Ну, 10 уровней под этим местом, потом 10 уровней еще под этими местами, 10 уровней под этим, то есть всего 12 уровней у вас структура, там огромное количество людей будет, вам будет переводов вполне хватать. А может быть, вы захотите еще дополнительные места поставить. Вот. Но мы говорим про предварительное бронирование. То есть вы сами выбираете, сколько мест здесь поставить. За один раз, вот, чтобы вы по одному месту не бронировали, не теряли возможность получить себе вот этот вот треугольник, мы даем вам возможность сразу три места или сразу семь. Потому что место, которое станет первым, оно будет считаться основным местом, все остальные места будут считаться дополнительными местами. По правилам расстановки дополнительные места будут добавляться всегда в структуру основного места. Запомните это. Не в структуру вашего спонсора, а в структуру вашего основного места. То есть они работают уже на вас. Потому что в структуре спонсора где-то и правее места будут, да, они как бы вам не интересны. Вам интересно, чтобы под вашим местом все заполнялось. Вот, это и есть то самое, что у каждого партнера есть свой бинар, находящийся под его основным местом. И это очень хорошо. Так вот, когда мы соберем все заявки на предварительное бронирование и закроем это предварительное бронирование, это произойдет перед самым стартом марафона, перед общим стартом проекта, когда будет открыта уже общая возможность регистрации, сарлат и так далее, то система проанализирует среди вот этих вот всех участников, которые забронировали свои места, кто из них находится в спонсорских взаимосвязях, то есть в структурных взаимосвязях, правильно сказать, да, и расставит всю вот эту вот огромную очередь по следующему правилу, то, что для начала она будет смотреть структурные взаимосвязи, то есть кто кому приходится вышестоящим партнером, и таким образом установит, кто должен впервые кого активировать места. И второе, если спонсорские взаимосвязи, да, вот эти структурные взаимосвязи будут отсутствовать, или это будут какие-то параллельные ветки, где они не имеют решающего значения, то здесь система будет отталкиваться от хронологического порядка бронирования, то есть будет иметь некоторое значение, кто раньше забронировал место, да, то есть это и есть хронологический порядок, то есть кто раньше забронировал, того место поставят впервые, кто забронировал следующее, то следующее. Ну и дальше вот так вот она будет сочетать структурные взаимосвязи, чтобы не допустить, чтобы клиенты обогнали своего спонсора, и хронологический порядок будет поддерживать в остальных всех случаях. Вот, ну, более подробно правила будут описаны здесь, вы это увидите. Таким образом, вам, как спонсору, конечно, очень важно забронировать место на этапе предварительного бронирования. Также, в принципе, как вы понимаете, важно сделать это не последним, вот, но в идеале, поскольку у вас тоже может быть вышестоящий спонсор, да, где-то там высоко, даже выше вашего сертификата, но он, тем не менее, остается вашим вышестоящим спонсором. И если таковой спонсор будет, то система все равно не пустит ваше место раньше него. Поэтому в идеале вам хорошо бы всех своих вышестоящих партнеров также мотивировать в числе первых производить бронирование мест и своих, ну, и самим, и своих партнеров тоже к этому мотивировать. Но подчеркну то, что здесь на самом деле, ну, вот этот вот хронологический порядок, он, наверное, не так важен будет, потому что никто не знает заранее, кому как повезет в общей структуре оказаться. Ну, потому что можно в числе первых встать в такую ветку, например, в которой вам по переливу будут попадать не очень активные люди, да. Ну, никто не знает, в каком порядке они просто будут. А можно чуть-чуть позже встать, но вам по переливу попадется ветка очень активных людей, и вы просто будете в шоколаде. То есть вот нельзя никак предугадать, и, может быть, в этом есть определенный плюс. Но, то есть вам как минимум нужно защитить себя от того, чтобы вас не обогнали ваши партнеры. Это очень правильно. Ну, и этап предварительного бронирования – это очень хорошее время, для того чтобы вам количество своих партнеров просто увеличить. Так, не смотрите на этот счетчик, это просто макет для дизайнеров, вот, конечно, до старта еще не два дня осталось, а намного больше. Вот, но просто хочу вам показать, как будут выглядеть ваши забронированные места. Здесь будет ваше основное место, отмечено звездочкой. Ну, и здесь количество ваших мест, плюс возможность забронировать больше мест. Ну, когда вы пойдете бронировать больше мест, там уже можно будет добавлять по одному месту, по два, по три, ну, по любому количеству, то есть там не будет один, три или семь. Там вы сможете выбрать уже любое количество мест. Потому что там уже они будут вставать не в треугольнике, а будут заполнять вашу структуру под основным местом, и там уже непонятно, в каком порядке это будет, в перемешку с вашими другими партнерами, да, в хронологическом порядке. Так. Дальше. Вот давайте рассмотрим, как будет выглядеть уже марафон после запуска. Ну, это вот когда места уже начнут работать, когда уже все платежные правила начнут функционировать после общего старта. Вы, то есть, также будете в разделе «Благодарительный марафон», там будет у вас специальный в кабинете раздел, вы не промахнетесь, еще поговорим потом об этом неоднократно, будете видеть все ваши места. В любой момент можете активировать дополнительные или продлить существующие. Будете видеть активность. Но, опять же, не обращайте внимания на эти цифры, да, это просто макет для дизайна. При наведении будете видеть дату активации места, до какого оно активно. Ну, дату активации здесь, наверное, бывает. Важно видеть, потому что некоторые ваши места будут жить по несколько лет, да, и количеством активности вы уже не сможете определить, когда вы его активировали. Вот поэтому для истории будет сохраняться. Номер места – это просто номер вашего места относительно вашего аккаунта. Первое всегда будет основным, скорее всего. Да, кстати, будет правило, которое не позволит основному месту быть удаленным до тех пор, пока у вас существует хотя бы одно активное дополнительное место. Потому что, ну, вы увидите, почему. Сейчас в следующем слайде я вам покажу. Потому что не имеет смысла иметь дополнительное… Нет, имеет, конечно, смысл, но оно уже неинтересно, если у вас нет основного. Так, и вот здесь вот самое интересное. Здесь будет активная ссылочка, структура. Ну, например, у какого-то места структура 16 мест. То есть 16 мест под ним заполнено. И это составляет в процентах определенный процент от 2000 с каких-то там мест. Я не помню точно, сколько в этой структуре мест. Ну, 2000 с небольшим. Вот, будет рассчитываться в процент. Но это не так важно. Такой процент – это просто визуализация. А также вы увидите, сколько будет получено перевода финансовой помощи, сколько упущено, если вдруг упущенная прибыль по этому месту будет. И, возможно, где-то здесь отдельно еще будет по спонсорской помощи счетчик. Но он не относится ни к одному месту, он относится именно к вашему аккаунту. Поэтому, если вы будете участвовать в марафоне не в статусе бизнеса, то вот такую вот штучку увидите. То есть, конечно, мы будем всех мотивировать, чтобы люди участвовали одновременно и в марафоне, и в благотворительной эстафете. Вот смотрите, у нас как интересно получается. У нас теперь полноценная концепция. Есть благотворительная эстафета, а есть благотворительный марафон. Прямо как на Олимпиаде. Все благотворительное, все здорово. Вот это будет, конечно, приоритетно иметь статус бизнес, потому что многие виды вознаграждения будут доступны только в статусе бизнес. А марафон при этом, как вы понимаете, решает сразу две задачи, которые, ну, может быть, нужно было как-то решать, потому что в основном в маркетинге у нас есть два нюанса, которые могут кем-то быть восприняты неоднозначно. То есть первое – это достаточно крупная сумма, это 100 долларов на вход, и это невозможность получать переливы, то есть невозможность получать структуру, ничего не делая. Ну, если только ты не подключишь там бизнес-автомат, условно говоря. А здесь в марафоне, конечно, зарабатывать без приглашений, просто поставить свое место и ожидать там манны небесной, такая возможность, конечно, существует. Но все мы понимаем, что ждать – это, наверное, не самое хорошее занятие. Лучше, конечно, активно все это делать, тогда это придет намного быстрее. Так вот, если кликнуть на структуру, то мы здесь подготовим для вас специальный раздел, которого еще на данный момент нет у нас. Ну, примерно так он может выглядеть сейчас, пока он проектируется. На старте, может быть, вот, может быть, он уже будет в таком виде, может быть, он будет в каком-то кратком виде, вот я пока не знаю, но постараемся, чтобы техники наши успели это сделать. Вот. Но если это все говорить о том, как хочется это видеть, то, ну, примерно вот так вот, чтобы вы видели наглядно свою бинарную структуру, здесь вы сможете выбирать то место, структуру которого хотите посмотреть. Вы, например, выбрали свое основное место по умолчанию, ну, или вот здесь вы кликнули сюда, да, это основное место, и вы сразу в новой вкладочке попадете на эту страничку просмотра структуры вашего места, которое вы кликнули. И здесь вам сообщит система, что заполнено у вас столько-то мест, это столько-то процентов от общей структуры, разоблюет по уровням вам эту детализацию, вы увидите, что там первый уровень у вас на 100% заполнен, ну, вот он ваш первый уровень, да, второй уровень на 100% заполнен, третий тоже на 100%, а вот четвертый тут двух мест не хватает еще, да. Вот, это все будет видно, сможете кликнуть на тот или иной уровень для того, чтобы оказаться сразу же, сразу же просмотреть этот уровень, а можете просто начать просмотр от основного дерева вашей структуры. Ну, вот здесь, как я показал, ваши личные места будут выделены каким-то отличным от других цветом, например, вот как здесь оранжево, да. Это ваше основное место, это два ваших дополнительных места. Ну, вот как я вам говорил, да, почему и будет защита, иммунитет у вашего основного места, оно не может быть удалено, если у вас есть хотя бы одно активное дополнительное место. Потому что если представить, что ваше основное место истекло, и вы его не продлили, его взяли, вот вычеркнули, да, удалили, то получается у вас два разрозненных места в структуре, а правило говорит, что ваши партнеры должны идти куда-то под ваше основное место. А как, а где, кто из них основное, непонятно, да. То есть не должно такого быть, чтобы они были разрозненные в двух разных ветках, да, они всегда должны быть в одной вашей структуре, ваше основное место. Вот, поэтому будет такой иммунитет и такое преимущество у тех, у кого будет дополнительные места, помимо основного. Вот, здесь также мы сможем много чего интересного показать, но в первую очередь при наведении на любое место будем показывать карточку участника, которому это место принадлежит. По циферке вы сможете понять, какое оно по номеру у него основное или дополнительное, да, как его зовут, как он выглядит, возможно, если сгрузил аватар, из какой он страны, будут его контакты в соцсети доступны, сможете скопировать, перейти, связаться с ним, ну, как угодно, в общем, чтобы наладить контакт, наладить связь, структурное взаимодействие, плюс будете видеть, сколько дней осталось у него активность. Если вдруг активность будет засекать, тоже вот каким-то образом покажем это там, ну, выделив цветом каким-нибудь красненьким, что вы будете видеть, что, ой, надо бы связаться с партнером, подсказать ему там, как-то помотивировать, чтобы он его продлил, всем будет хорошо. Здесь вот что такое синенький, да, интересно, надеюсь, зелененький. Ну, это вот мы пофантазировали, что можно было бы разделять места участников, которые попали к вам по, ну, как, из общей вашей структуры Whole World, то есть они вот зелененькие, это, например, все места, которые так и так в вашей структуре находятся, и они к вам по общему правилу попали. А синенькие – это те, которые упали к вам по переливу, просто вот вам повезло, грубо говоря, что они к вам попали, да. То есть вот вы сможете видеть, сколько переливов вы получили там и так далее. Но пока что это все еще предварительно, понятно, точно нельзя будет сказать. Вниз, вверх, вбок, вот здесь вот стрелочки, да, видите, да. Понятно, что всю структуру из 1024 мест на 10 уровне здесь будет невозможно разместить, это будет очень мелко, или это будет огромный лист, от которого у вас зависнет компьютер, просто, да, страница, и ничего хорошего не будет. Поэтому, скорее всего, здесь с помощью стрелочек можно будет путешествовать на уровне вниз, вправо-влево просматривать соседние места на уровне. Ну, например, если мы здесь кликнем сейчас вниз, то, условно говоря, вот эта позиция перейдет вот сюда, вот вверх, да, и мы увидим вот еще один уровень, который здесь под ними находится. Понятно, да? Точно так же будет возможность кликнуть просто по какой-то ячейке места, например, кликнем вот сюда вот, ну, оно не кабельно показывается, кликнем сюда и увидим еще четыре уровня под ним, то есть оно, вот это вот место перейдет вот сюда, вот в верхушечку, да, и мы увидим под ним всю эту структуру. Вот таким образом сможете путешествовать, просматривать, анализировать свою структуру. Здесь будет предусмотрен поиск по номеру места ваших каких-то партнеров или, может быть, любое другое место. Вы просто сможете его сюда ввести, нажать Enter, и система найдет вам это место в вашей структуре, если оно действительно находится в вашей структуре, и вы имеете право на его просмотр. Если вдруг оно есть какой-то другой структуры, то система скажет, что, ой, вы не имеете права на просмотр, что данное место не относится к вашей структуре. Вот такие вот по местам. Так, ну что я еще не сказал? Что я еще не сказал? Так, ну много чего сказал. Давайте, может быть, сейчас вы меня как раз наводящими вопросами направите на то, чего я забыл. Так. Мы можем тут, не приглашая, а зарабатывать уже между собой, так как людей уже много. Ну, такой формулировки не совсем русская, но смысл примерно понятен. Да, такая возможность будет. Такая возможность будет. Ну, тут уж как кому повезет, потому что сейчас на старте понятно, что оказаться в числе первых – это вообще очень-очень сладко. Ну, а дальше мы будем развивать благотворительный марафон плавно, методично, долго и постоянно. Поэтому количество новых участников будет расти постоянно. Так, вот теперь, да, пришло время сказать вам, что у нас сегодня с сайтом приключилось. Сейчас сайт работает, но очень медленно. Медленно загружается, но работает. Причина следующая, друзья, то, что сегодня в 11 дня по Москве, или утра, как правильно сказать, у нас случилась какая-то авария на сервере, и эта авария не зависит от наших программных кодов, это авария на оборудовании хостера. Вот, с хостером уже связались, они там чинят, переносят. Вот, пока что мы перенесли бэкапы на… включили бэкапы на резервном сервере, но он не такой мощный, и поэтому сайт вот как раз работает достаточно медленно. Перспективы следующие – то, что служба поддержки хостинга должна все там починить, и мы включим сайт на нашем нормальном сервере мощном. И все должно будет работать. Но в любом случае, это должно в ближайший день произойти, может быть, даже уже сегодня, надеюсь на это, и не будет приносить каких-то там неудобств. Вот, поэтому на ближайшие сутки я бы на вашем месте не производил бы активных рекламных кампаний, чтобы медленная работа сайта как раз не отображалась на этом. Вот, будет, возможно, какие-то перезагрузки еще в процессе происходить, да? Сайт какое-то время может даже быть недоступен, но не пугайтесь, это все нормально. Все будет работать в ближайшие часы уже. Если ниже стоящий зайдет раньше спонсора, то куда он попадет? Вот, смотрите, есть общее правило. Давайте я еще раз его озвучу. Вы можете прямо записать себе. То, что по правилам расстановки мест, когда кто-либо из участников активирует свое место, первое место, да, допустим, основного, то система будет искать вышестоящего партнера по структуре Whole World. Ну, то есть вы понимаете, чтобы принять участие в марафоне, человеку необходимо зарегистрироваться в проекте Whole World. Бесплатно. Просто хотя бы бесплатно зарегистрироваться, да, и дальше активировать свой аккаунт, а платить в 5 долларов. Вот. Но в момент регистрации он в любом случае попадет в структуру. По бизнес-автомату или по личному приглашению. Ну, в любом случае он попадет в структуру Whole World. И вот система, когда он решит активировать свое место в марафоне, она будет смотреть линейку вышестоящих спонсоров. Ну, ближайшие 7 спонсоров, они 6, да, в сертификате отмечены. Но выше вашего сертификата есть еще много людей, которые также являются спонсорами. И вот пока она не найдет того участника, который отвечает требованию простому, то, что он сам участвует в благотворительном марафоне, вот она до тех пор будет искать. Как только она такого вышестоящего спонсора нашла, неважно, сколько уровней ей пришлось пройти до самого верха, но в любом случае самая верхняя позиция, она все равно будет участвовать в марафоне, как вы понимаете. То есть в любом случае у человека будет ваш стоящий спонсор, который участвует в марафоне. И таким образом человек попадет в его бинарную структуру. Но уже на какое место система начнет уже искать первую свободную позицию сверху вниз, слева направо. И вот будет она все его уровни в бинарной структуре шерстить, 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 до 10 уровня дойдет. Если не найдет, начнет его дополнительные места искать. Если найдет, поставит, соответственно, в пустую позицию. Вот таким образом будет происходить. Так, вопросы еще пишут по трансляции YouTube. Ну, друзья, пожалуйста, не хочется идти в трансляцию YouTube. Давайте вы все пойдете сюда. Вот видите адрес? wholeworld.bz.slash.webinar вот сюда. Если кто-то видит, там, может, сюда продублировать вопросы, я на них отвечу, просто мне сейчас совершенно не хочется дойти. Так, если ниже стоящий, это мы только что ответили. Если человек только начал работать, и в него всего пару человек в структуре, и будут они участвовать в марафоне, неизвестна перспектива. Будет человек получать вознаграждение. Так, Светлана, смотрите. Вся прелесть марафона, она как раз заключается в том, что неважно, сколько у вас личных партнеров в благотворительной эстафете, то есть в классическом маркетинге, wholeworld. Когда вы зайдете... Так, какой бы вам лучше ответить? Дайте вот это вот. То есть вот это ваш спонсор, например, да, это вы. Вы заняли место. И представьте, что вот над вами еще 10 уровней, и еще и сама компания. Соответственно, вы просто... Вот у вас 10 уровней, 10 мест... Да, 10 уровней, не мест. 10 уровней над вами, это участники, которые... От которых вам может вот сюда вот на ваши два места следующих или на ваши четыре, да, неважно, сколько вы там себе мест взяли, даже без вашей личной активности сюда могут упасть заполненные ячейки. То есть сюда места других участников встанут. И под них тоже могут упасть. И они сами могут начать развивать. То есть вот в чем весь вкус марафона, то, что сейчас неважно, сколько у вас активных мест. Но вы же не забываете, что марафон, он не закончится через один день после его старта. Само по себе название марафон. Марафон – это длинная дистанция. И там сколько в марафоне? 42 километра, да? Вот у вас здесь марафон, цель вашего марафона – это 10 уровней. Заполнить 10 уровней. 2000 мест. Время не ограничено у вас на это. Единственное правило – это то, что каждые три месяца вы оказываете финансовую помощь по каждому месту, которое хотите задержать в активности. В размере 55 долларов. Очень комфортная сумма, очень комфортный период времени. И вы просто методично следуете этой цели. Вы можете следовать ей активно, то есть развивая свою структуру дальше. Причем вы можете развивать свою структуру теперь не только приглашая в холлорд, классический маркетинг холлорд, да? Но и теленаправленно приглашая людей участвовать в марафоне. То, чего так не хватало раньше, потому что, как я сказал, сумма была 100 долларов, да? Она была для многих большой. Она многих просто не пускала к нам в проект. Так вот теперь вы им можете предложить альтернативу. То есть вы можете фактически взять просто всю свою структуру активных, неактивных, истекших там просто фри-партнеров, которые даже не активировали, и просто сказать, что, дружище, давай, вот идеальный шанс сейчас, идеальная сумма, 35 долларов, все, заходи, и вот вам ваша новая структура, ваша новая активная, приносящая деньги, приносящая благотворительность, структура ваша, да? Вот о чем я и говорю. Так, в будущем, если спонсор зайдет в марафон, то нижестоящий, который уже участвует, уже не попадет к нему. Есть один вариант, Александр, когда может он все-таки попасть к своему спонсору, но для этого должно произойти следующее, то, что этот нижестоящий, который скаканул вперед спонсора когда-то, должен допустить истечение активности своих мест всех, и они все должны быть удалены, и потом у него должно щелкнуть в голове, чтобы он снова активировал место, и тогда система по правилу расстановки мест найдет его, ближайшего спонсора уже, да, и поставит его в правильную структуру, понимаете, да, что для этого. Ну, понятно, что никто так делать не будет, конечно, никто не будет места просто так допускать, чтобы они удалились, потому что они слишком дорогого стоят, поэтому лучше такого не делать, лучше всем спонсорам не упустить эту возможность. Хотя, конечно, ну, так вот прям положив руку на сердце, сказать, что произойдет что-то критичное, если вдруг сейчас вышестоящие партнеры, которые по каким-то причинам там спят, неактивны, ну, просто игнорируют эту информацию, да, сейчас, ну, просто пропустят вперед своих нежестоящих партнеров, то они там прямо все потеряют. Да нет, конечно, нет, то есть народу миллионы вокруг, ничего, ничего сильно не случится. Да и не все же партнеры их сразу там обгонят, да, то есть, ну, один из десятка там, может быть, обгонит их. Ну, понятно, что лучше этого не допускать. Ладно, давайте еще вопросы, друзья. Кстати, да, я вот начал говорить, что у нас технические проблемы на сервере, и в связи с этим мы сегодня, к сожалению, не проведем розыгрыш призов на вебинаре, потому что техники просили этого не делать, чтобы не избежать ошибок, просто, ну, поэтому надеюсь на понимание. Мы лучше с вами в следующий вебинар проведем в два раза больше призов, разыграем. Так, здравствуйте. Участие в марафоне обязательно? Обязательно бизнес-статус иметь или достаточно активировать аккаунт? Да, Андрей, еще раз повторяю, что для участия в марафоне не обязательно будет оказывать финансовую помощь в размере 100 долларов. Ну, это было бы глупо, да, как вы понимаете, чтобы мы заставляли оказать сначала 100 долларов, а потом говорили, вот, теперь тебе доступно на 35. Нет. Весь вкус, как раз, в том и есть, то, что для участия в марафоне достаточно будет просто активировать аккаунт. Активировать аккаунт можно, как вы знаете, с помощью пин-кода даже бесплатно. Ну, если, конечно, кто-то вам даст пин-код бесплатно. Или вы выиграете его на очередном вебинаре. Сколько человек наберет компания? Не понимаю вашего вопроса, к сожалению. Попробуйте по-русски составить вопрос. Так, я так понял, партнеры все равно будут получать вознаграждение от перелива. Спасибо. Ну, еще раз рассказывать все то, что я вам рассказывал, я, конечно, не буду. Но да, если под вас попали места по переливу, то от них вы будете получать вознаграждение. Так, давайте еще. Два человека спрашивают. Всем остальным все понятно, что ли, да? Если все понятно, то хорошо. Давайте просто подведем некоторый итог. Что вам сейчас нужно делать? Ну, первое – это взять ролики, которые у вас существуют на нашем канале. Мы их выложили уже, смотрите. То есть заходите в раздел «Канали» и видите вот эти вот два ролика. Русский и английский. Это коротенькие превьюшечки к запуску бухгалитного марафона. Возьмите их. Их можно скачать, кстати. Здесь вот, если вы посмотрите в описании, то вот здесь вот увидите ссылку на скачивание видео. И вот и в русском, и в английском ролике есть эти ссылочки. Мы выложим еще в группах ВКонтакте, чтобы наверняка это увидели. Ну, может, еще где-то в новостях. Скачайте эти ролики, загрузите себе на канал, загрузите себе в соцсети. Ну, если не хотите ничего загружать, воспользуйтесь просто ссылкой на вот этот вот ролик. Скопируйте и добавьте везде, покажите всем, кого вы знаете. Неважно, рассказывали вы кому о проекте «Холлорд» или еще нет. То есть в любом случае о бухгалитном марафоне они знать должны. Ну, и запись этого вебинара, кстати, тоже она вот здесь вот, видите, она уже есть. Сейчас в прямом эфире. Вот, но она тоже будет доступна для просмотра. Я пока что еще, если нет в описании основного маркетинга, который мы подготовим на этой неделе, вот, воспользуйтесь хотя бы этим вебинаром. Вот, когда будет открыт лендинг в бухгалитном марафоне, вам, конечно, будет уже здесь намного проще. Вот, но сейчас, сейчас самые активные, наверное, сделают себе уже задел просто огромный, потому что инфоповод просто сумасшедший. У меня структура, говорит Владислав, разрослась до 20-30 уровней. Забронировав места, все, кто подо мной до любого уровня попадают ко мне в структуру марафона. Правильно? Да, Владислав, смотрите, какой интересный момент. Да, есть у нас участники, я сам, в принципе, имею огромную структуру, да, тоже много уровней. И вот, как Владислав говорит, есть там 20-30 уровней под Владиславом, уже структура. И, конечно же, такие участники, они будут попадать по переливу куда-то там под вас. Вот. Ну, понятно, что на их пути может встретиться там еще какие-то участники, которые являются их спонсорами. Вот, ну, так или иначе. То есть, да, то есть, и вы будете и спонсорские бонусы по 3 доллара получать от них, если вы будете ближайшим к ним активным спонсором, участвующим в марафоне. Вот это очень, конечно, здорово, особенно у тех, у кого огромная структура. Так, лучше... Ну, в любом случае, обогнать они вас не смогут и будут находиться в структуре ваших... так сказать, вашего бинара, да, ваших основных дополнительных мест. Лучше взять больше мест и мотивировать своих партнеров заранее забронировать хотя бы одно место. Так? Здесь, Александр, лучше соблюсти позицию здравого смысла, да? Ну, что именно я называю здравым смыслом? Я бы брал 7 мест. Вот мне не нужно было бы там больше, да? Вот я бы взял треугольник из 7 мест. Тот, который вот... Где он? Так, наверное, я уже закрыл, да? Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, вот 3 места, а вот 7 мест. То есть, я бы брал треугольник из 7 мест и спокойненько работал бы над заполнением именно их. Почему не больше? Ну, потому что я считаю, что чем больше вы берете, тем, так сказать, медленнее вы будете получать переливы. Ну, хотя я никогда на переливы не рассчитываю. Ну, вот если вы на них рассчитываете, то вы должны понимать, да? То, что... Представьте, да? Вот это вот... Нет. Вот это вот. Нижний уровень, например, вот сейчас заполняется, да? Представьте, да? Вы берете вот здесь вот, вот здесь ваша позиция и под ней еще два и под ней еще два. Вот такой треугольник у вас здесь, да? И вы его занимаете. Но при этом в общей структуре, вот этот уровень, да, вот этот уровень, он еще пока остается пустой, но вы уже ушли вниз в глубину своим треугольником. То есть, чтобы вы получили перелив под свой третий уровень, нужно дождаться, чтобы эти два-три уровня, они заполнились в общей структуре. Ну, или надеяться на то, что не на общий перелив, а перелив от ваших вышестоящих спонсоров. В принципе, рассчитывать можно, но я сказал, то есть я брал бы семь мест. Семь мест – это идеально для меня вариант, для вас решайте сами. То есть я точно знаю, что я и по окупаемости будет все нормально, и по монетизации, и по силам мне хватит, чтобы делать на семь мест активность. Так, я потерялся уже. То есть спонсорские три доллара можно получать и не от личников. Да, Ирина, еще раз повторяю формулировку. То, что три доллара будут начисляться ближайшему вышестоящему партнеру, участника, который активирует место в марафоне. Так вот, ближайшему вышестоящему партнеру от него, который имеет, во-первых, статус бизнеса активный, а во-вторых, имеет место в марафоне. Вот эти два требования нужны, да, то есть вы понимаете, что на пути до вас от какого-то клиента, который сейчас будет где-нибудь там на седьмом уровне вашем активировать место в марафоне, может быть, так получится, что, во-первых, нету активных партнеров бизнеса у него там до вас, или никто из них не участвует в марафоне. Тогда три доллара придут к вам. Так, вот такие дела. Так, друзья, время уже час прошел, должны мы завершать эту конференцию. Если вопросы у вас будут появляться, ничего страшного, это нормально, давайте мы будем обсуждать их в наших группах в соцсетях, ну или в чатах, или можно даже лично задать мне вопрос, если у вас есть мой контакт. И как только у нас появятся какие-то новости, мы сразу их будем публиковать. Как вы знаете, это происходит и на сайте, и в наших соцсетях, и в чатах. Обязательно подпишитесь на чат в Телеграме, кстати, что очень оперативно получается донесение информации. Ну и читайте наши email, рассылки, если вы до сих пор этого не делаете. Все, такой вот у нас информационный вебинар получился. Надеюсь, не скучно вам было, да? И с багажом новых знаний вы сейчас пойдете уже их там у себя устаканивать, как-то и завтра сможете их применять по назначению. Все, друзья, ждем новых вводных, ждем старта предварительного бронирования. И до скорых встреч, скоро увидимся.